После победы на чемпионате Японии в 2022 году Шома дал большое телеинтервью. В этот раз вы стали пятикратным чемпионом Японии, будучи главным фаворитом соревнований. В этот раз на чемпионате я видела много спортсменов. Я чувствую, что этот чемпионат был очень сложным. В общем, сложность турнира была в том, что были моменты, которые я не мог показать так, как я это тренировал, и не знал, что мне сделать, чтобы в прокате не допустить этих ошибок. Какие-то изменения, которые мы вносили ранее, я сделать смог. Произвольно я был осторожен, но все-таки сальхов. Но можно было и не ошибаться, я подумала так. Это было немного непредсказуемо. На тренировках он получался у меня хорошо. Так что дело не в тайминге. Но в моей голове появилась мысль, но если я здесь ошибся, значит так оно и должно было случиться. После этого я изо всех сил пытался сделать все, что запланировано во второй половине произвольной. Конечно, ни в короткой, ни в произвольной идеальных прокатах, на мой взгляд, не получилось. Но это были совсем неплохие прокаты. Вы были в отличной форме, но все равно выдать два идеальных проката – это сложная задача. Да, согласен, но я думаю, что сальхов все-таки сделаю. Как-то в тот день были другие условия во время разминок. Я откатал 6-минутную, потом 10 минут ждал своего выхода. В общем, ощущения были немного другие, не такие, как обычно. Но все-таки за Риттбергер я смог зацепиться, и хорошо, что он получился хорошо. Флип, ну, по сравнению с сальховым, просто могу сказать, что флип у меня не пошел так, как это бывает обычно. С того момента я уже понял, что как-то надо бороться. Но дальше я успокоился, уже на акселе. В целом прокат получился немного торопливый. В фигурном катании очень важна выносливость, потому что есть, например, разница, когда выступаешь в разминке первым или шестым. И, в общем, нет такого, что на каждом соревновании ты делаешь одно и то же, находишься в одних и тех же условиях. Это сложность фигурного катания. Но вот если бы кто и смог с этим совладать, это Нейтан. Он нереальный. Что бы ни было, он катается идеально, без ошибок. Чего я конкретно хочу достичь, сколько я лет еще хочу кататься, я об этом серьезно не задумывался. Однако все спортсмены, которые были старше меня, так или иначе отошли от соревнований. И то, что я стала в итоге первым номером сборной Японии, это неизбежно произошло бы. Эта ситуация дает мне много поводов для размышлений. А, вот так что значит они чувствовали. Я это отчетливо ощущаю сейчас. И, конечно, в Японии много молодых спортсменов, которые, как бы сказать, постепенно растут в мастерстве. И у меня есть сильное желание не сдаваться, чтобы не проиграть им. Просто все-таки фигурное катание само по себе, если уж говорить на чистоту, сейчас все больше и больше развивается в сторону техники. И вот это и привело к тому, что в топы неизбежно попадут те, кто лучше всех прыгает. Я тоже много тренирую именно прыжки, чтобы быть актуальным для нынешней системы. Но я, и не только я, считаю, что фигурное катание – это не только про прыжки. Было бы здорово еще и показывать саму программу. Пока я соревнуюсь, для меня высший приоритет – набрать как можно больше баллов. На этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете о катании Ишома Оуна. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok